Белые медведи в дикой природе не могут обойтись безо льда. Для них лёд своего рода платформа, на которой они охотятся. Но среда их обитания нагревается и сокращается, и медведи оказываются надолго лишёнными возможности добыть пропитание. Весенний охотничий сезон сокращается, а летний сезон, когда у них совсем мало еды, удлиняется. И они по-прежнему испытывают трудности с поисками пищи зимой. Белые медведи испытывают физиологический стресс. В путешествии на ледоколах учёные из Университета Вайоминга отловили более двух десятков медведей, взяли у них образцы крови и вживили датчики, чтобы следить за температурой. Так они два года наблюдали за медведями, когда те были на льду и на берегу. Ранее учёные предполагали, что медведи могут отчасти компенсировать недостаток еды летом, впадая в ходячую спячку, становясь медленнее и доводя метаболизм до того уровня, который характерен для них зимой. Мы обнаружили, что белые медведи, в отличие от ближайших родственников, бурых медведей, не способны замедлять метаболизм до уровня, который мы наблюдаем в период зимней спячки. Так что есть пределы срока, когда они могут летом оставаться без еды. Поэтому, говорит она, медведи не могут сохранять энергию так, как ранее предполагали учёные. Публикуя материалы в журнале Science, авторы призывают к действиям. Если мы хотим быть ответственными жителями своей планеты, мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы остановить эту тенденцию таяния льдов. Это означает, что нужно обуздать выбросы парниковых газов, которые нагревают планету и ставят белых медведей на грань вымирания. Продолжение следует...